друзья это реально кино обо всем и сегодня пару слов про авторские права вот на фоне меда допустим но его меда так вот сейчас небольшой скандальчики с на одном канале который не буду называть и там хозяйка украла многие видео многие разные видео и получил за это авто страйк от системы connect и теперь она всячески ну по крайней мере по отношению ко мне пытается выйти на коммуникацию и приглашает вот этой вот агрессивной коммуникации своих пользователей типа вот посмотрите он там не православ вот он у меня там обличие вот он мне послал снова в таком ключе в такой риторике все это работает но и люди некоторые не понимают тоже смотрит вот наверное правда человек плохой приходит ко мне комментирует так вот я хочу всем ответить сразу о том чтобы они не путали понятия не вводились в заблуждение youtube это такая система где человек создавая канал подписывает соглашение с хостингом в соглашении есть принципы принципы сообщества в этих принципах сообщества категорически запрещено воровать чужие видео выкладывать у себя даже если она украдена не с ютуба откуда-либо то есть чужие видео нельзя нельзя использовать чужую музыку есть специальный клепарт музыки youtube и который можно использовать если я использую музыку который мне понравился я готовлюсь всегда получить страйк и часто получаю его что касается страйков которые присылали мне это достаточно часто но наиболее обидность страйк это был страйк от композитора который выложил когда-то в сеть музыку которую я использовал для фильма храм в храм в опочках да она мне очень понравилась она очень подошла я искал долго чья это музыка чтобы попросить у него купить у него эксклюзивное право на использование но я не нашел через десять лет после того как я выложу это видео мне пришел авто страйк от автора я наконец на него посмотрел я ему написал но он не отозвал свой страйк к сожалению что я его искал вот это все описал чтобы использовать его музыку я не хотел нарушить его авторские права эта музыка очень вошла фильм ее нельзя изменить я готов купить у него эксклюзивное право на использование но он не отозвался вот был другой случай когда мой фильм про известную певицу валентину толкунову и там был использован фрагмент выступления и в одном из дворцов культуры и на этот фрагмент за этот фильм тоже лет через десять я получил страйк я написал возражение по поводу того что не в за не то что вы как вы смеете и так далее и тому подобное а я написал очень культурное возражение по этому поводу что вы знаете мы использовали это для к документального фильма для того чтобы рассказать о валентине и васильни толкуновой и мы не знали что у вас есть авторские права на этот фрагмент то что я его получил певица светлана копова как личный архив и этот человек отозвал страйк я не знаю кто это вот я его благодарю за это потому что это был единственный раз когда страйк отозвали единственный с канала за музыку ну и самый неприятный страйк я получил за свой же собственный репортаж который делал я который озвучен моим голосом где в титрах написано моя фамилия он вышел телекомпании а тв в программе времечко кто постарше помнит такую программу я выложу на своих на своих каналах в телеграме этот материал сейчас и нам помню только в телеграме где можно выкладывать где нет страйка за то что ты выкладываешь материал но здесь же в ю тубе я не могу выложить даже свой репортаж когда я позвонил на а тв и сказал что но это мой репортаж ребята по законам авторских и смежных правах имею право это сделать мне сказали что пишите долго долго много много писем в общем когда я узнал технологию как что он сделал чтобы они отозвали этот автострайк то я не стал этого делать это было больше десяти лет назад я просто подождал два года и это предупреждение аннулировалась за свой же собственный материал выложены у себя но в дизайне временем с ведущими был так далее и робот коннект среагировал на него это тоже прошло десять лет пусть стал как я выложу так вот насчет того что вот этот вот базар сейчас что автор плохой такой секой он прикидывается там верующим на самом деле не верующий он забанил нам материал я расскажу я расскажу чем это опасно это все равно что знаете вот в магазине печете булочки в пекарне а кто-то пришел украл ваши булочки и горит да я же нищим их раздаю вы чем натуре мая внукам брите свой страх вы врете всего то есть ты не попутал вообще берега в натуре товарищ а вот поэтому чем это опасно и это не проявите снисходительность это опасно потому что за свои материалы я несу риски сам размещенные на моем канале допустим когда началась свого я выложил материал что я по этому поводу думаю по поводу букв что я думаю но когда через несколько дней приняли закон о том что нельзя ничего говорить про это я у себя этот материал удалил я не собираюсь нарушать закон я не вижу смысла просто рисковать ради чего вот хорошо нет на чужом канале я такой материал удалить уже не смогу поэтому все кто копирует мою интеллектуальную собственность к себе знаю того или не знаю рано или поздно друзья вы получите страйк за это не путать это это нельзя путать с поделиться ссылкой поделиться ссылкой это польза есть если я захотел закрыть свой материал ссылка будет не рабочий просто если человек проделает определенные действия скачивает специальной программы из youtube этот материал потом дальше заливает на свой канал то он безусловно получит страйк и инициатора этого страйка не я система connect и поражение в правах делает youtube за грубое нарушение правил сообщества они автор и отозвать это крайне сложно и в общем если честно нет никакого желания потому что человек пришел хабалить вы что не понимаете что мы это для доброго дела делали вы должны были со мной связаться прежде чем послать мистер а вы не должны были со мной связаться прежде чем украть мое украсть материал вот чем человек больше хабалит по этому поводу хабалит тем он дальше от решения вопроса путем договоренности то есть этот вопрос нерешаемый но если что я могу сделать, это еще один страйк, послать за травлю, организованную на канале, это тоже входит в другой контекст нарушения правил сообщества, и человек тогда получит полный банк канала. Я этого не делаю, потому что он мне как шел, так и ехал. Комментарии его и его друзей будут удаляться, потому что я не собираюсь на своем канале делать рекламу чужому каналу через этот скандал. Поэтому все закономерно, все по справедливости, и женщина это или не женщина, преступление совершает женщина или мужчина, какая разница? Человек совершает преступление. Вместо того, чтобы прислать извинения, он присылает такое достаточно, как бы это сказать, хамское требование о том, что ее незаконно ущемили. Знаете, как в анекдоте, там, Вовочка, извинись перед Машенькой, что она не дура. Ты же ее назвал дурой? Маша не дура. Маша не дура. Маша не дура? Ну, извините. То есть, вот такого рода извинения они никогда не принимаются, и вообще, в принципе, в принципе, у вот этих вот вещей, когда люди воруют чужой контент, у них есть однозначное определение. Это определение выносится, опять же, не авторами, а сообществом. Поэтому на этом тема закрыта. Не воруйте чужие видео. Если вы хотите поделиться видео, делитесь ссылкой. Вам за это ничего не будет, кроме благодарности. Если вы захватываете видео программой захвата, переписываете его, а потом выкладываете от себя, на каком бы хостинге вы ни находились, на Ютубе, на ВК и на других, вы именуемо рано или поздно получите за это предупреждение, либо удаление, либо удаление с предупреждением, то есть, ну, какого-то вида поражения в правах. Потому что это интеллектуальная собственность, которой распоряжается ее автор. еще раз хочу сказать, если кто-то хочет бороться в кавычках там и так далее, я ни с кем не борюсь, я просто про свою жизнь рассказываю. Вы можете пересказать любое видео своими словами, и тогда ответственность за него будете нести вы. Плагиат это, не плагиат. Пожалуйста, какие проблемы? Пересказывайте. Вы можете, да, она могла бы украсть обоги что-то, но нет, она украла видео, которое 100 тысяч за 3 дня набрало, поэтому тут все очевидно. Единственное, что в страйках, когда я вижу, что человек как бы не злостный, я могу отправить, дать 7 дней на решение этого вопроса. Но когда я вижу, что это канал, что там есть подписчики, что они активны, то он получает сразу удаление, сразу удаление в системе Connect. Потому что это опасно для автора. Я уже объяснил, чем. Автор должен управлять своим контентом сам, а не дарить его кому-то, и кто-то будет твоим оружием, значит, твоей ответственностью бороться неизвестно с чем. Так не будет. Поэтому мы эту тему закроем и больше к ней возвращаться не будем. Всем добра и благополучия. Всех благодарю, кто делится видео корректно, с ссылкой, потому что это допустимо и полезно. Есть кнопка поделиться. Можно нажать кнопку поделиться, и это будет очень классное решение. Но когда человек идет на ухищрение, ворует с помощью специального программного обеспечения чужие видео, выкладывает из себя, рано или поздно он столкнется с проблемами по авторскому праву. И я с ними тоже сталкивался, и я отношусь к ним с уважением. Чаще несправедливо. Чаще несправедливо. Но, извини, такие принципы сообщества. Так и здесь. Поэтому, друзья, не слушайте истерические вопли какие-то. Давайте подходить к вопросам, во-первых, законно, во-вторых, осмысленно и, в-третьих, по правде. Всем добра.